Субтитры сделал DimaTorzok В общем, вчера мы пригнали Мазду, но сегодня ребята не работают, она уже не терпится, поэтому решили кое-что делать своими силами. Во-первых, выяснили, что вот здесь вот был цокот, это было от климата. То есть, когда включаешь климат, то здесь включается вентилятор и такое цокотение. Окей, с этим будем разбираться. Также понятно, что сечет немножко глушитель где-то под днищем, а также вот здесь вот поломано крепление сиденья, то есть оно так опрокидывается. Сейчас решили снять сиденье, чтобы потом парни могли просто это все заварить. Ну вот оно вот там вот, выломано. И тут то же самое. Сидушка в хорошем состоянии, слушай. Прямо это важно. В общем, на данный момент мы имеем следующее. Во-первых, нужно разобраться, почему холостой ход, во-первых, он выше тысячи держится и иногда так бывает, плавает. Это раз. Во-вторых, нужно заварить вот здесь вот крепление, чтобы сиденье держалось. А также нужно поменять аккумулятор. Тут, кстати, аккумулятор-то непростой, то есть здесь с левым плюсом, вот он, вот такой вот, это ее родной, ну, который достался нам. Он мертвый. Здесь мы взяли соседние машины, тоже подошло по плюсу. Но его нужно будет вернуть, соответственно, сюда нужно поставить новый аккумулятор. Это как минимум те вложения, которые сейчас на данный момент. Это без всякой какой-либо косметики. Ну, а также ждем, что скажут именно ребята, они будут ее смотреть в понедельник, продиагностируют и дадут свою рецензию. Кто из нас каблуки не носит, надо от этого избавляться. Но она говорила, что это она клеила 5 лет тому назад, когда она. А уже новая, кто, если девушка купит, потому что короткий автомат, то я думаю, она уже себе красивая. Ой, ночные хроники. В общем, помните, я буквально недавно говорил про аккумулятор и то, что его придется менять. Вот аккумулятор, который мы нашли временно. А вот его старый аккумулятор. Мы его ставим назад, потому что мы кое-что обнаружили. Оказывается, если с нее, то машина заводится. Смотрите. Это мы сейчас на старом аккумуляторе. Все. Одна проблема решилась. Сама собой. Так. Ха-ха-ха. Так. Ну что. У нас сиденье поставлено. Все там заварено. Также здесь поставлены, я смотрю, новые колодки. Вон их видно. И пружины. И там, и там. А также полностью ремкомплекты на все четыре колеса. И осталось только решить с датчиком холостого хода. Определить, почему холостые обороты выше тысячи держатся. Вот сейчас как раз вся вот эта делегация решает этот вопрос. Нет, 1100 все равно. Все равно 1100. Пока машину оставляем опять здесь. Решается вопрос с датчиком холостого хода. Все остальное сделано. Осталось только это. Так, заехала такая Мазда к нам на ремонт. У нее очень тяжелое прошлое. Это коронас. Почти как коронавирус. В принципе, все не так печально. Кусок пружины отломанный. Вот. И требует чистки дросселя, потому что плавают немного холостые обороты. Сняли. Сейчас все это разберем, почистим и опять соберем. Так, в принципе, все хорошо. Полстаны передали до понедельника аккумулятор. Ага. Ну я смотрю, да, этот киток. Ну то я вовсе знаю, его анимация есть. Время, но есть по вакуумнику. Смотреть, что проехало. Ага. Это когда отпускаешь тормой? Возвращение. Ага. Так, подожди, ладно. Давай начнем с того, что вообще здесь все, что было сделано в комплексе за вот эту неделю. Так, короче, машина заехала. У нас проблемы были с тормозами. Мы сначала сделали диагностику ходовой. Выявили проблему, что обломан виток пружины. Поменяли задние пружины. Попутно перепроверили все тормоза. С одной стороны поменяли полный ремкомплект вместе с поршинком тормозной. С другой стороны поршинок целый, поменяли просто все резины. На нашей мазочке проверяем, значит, суппорта все на работоспособность, как они сводятся, разжимаются. Скорее всего сделаем ревизию тормозной системы спереди и сзади. Там человек привез ремкомплекты с суппортом. Переберем. Также почистим дроссель. Ну, я вчера уже, по-моему, показывал. Все это делается вот так вот. Специальное приспособление, которое сводит с суппорта. Так, вот нашли проблему. С этой стороны колодки стерты полностью. Что внутренняя часть, что наружная. Видно, что колодка плохо тормозила, потому что по диску натертость очень слабая. С этой стороны ситуация у нас не лучше, но колодки состояние получше. Поэтому ревизию тормозной системы будем делать полностью. Ну, там еще была часть, которая досталась из машины. Ну, да, один я докупаю. Спереди такая же история. Одному поршеньку хана поменяли, то, что должен быть с машиной. Второй мы заказали. То есть, вот тормозом она сейчас в круг вообще сделала. Да, тут полностью все поменяли. Там еще и рессор, вы верните, пружины. Пружины, да, новые. По мотору. По мотору. Были проблемы, когда ты приехал, у нее были высокие завышенные обороты. Ты там сам слышал. Почистили дроссель. Там была какая-то прокладка вырезанная. Ну, да. Тебе показывали, пацаны? Да, я же видел. Да. Мы это все вырезали, на герметик посадили. Все вымыли до состояния нового. Вот сейчас работает 650 оборотов. А, где-то в районе 600 оборотов. Сняли, значит, дроссель. На дроссель находится сам блок холостого хода. Клапан, так называемый. Здесь идет прокладка. Нашли проблему. Значит, плавали обороты. Вот прокладка, которая треснула. Отсюда сосала лишний воздух. Сейчас будем искать эту прокладочку, чтобы восстановить и чтобы машина ездила с нормальными холостыми оборотами. Я думаю, конечно, будет проблематично идти, но все-таки постараемся. Отмоем это дело до чистоты. Окей, хорошо. И масло, да, поменяли? Поменяли масло. Здесь где-то 4,3 объема масла. Так, по традиции в Мазду заливаем тоже Петронос. 10,40 полусинтетика. Не изменяем бренду. Масло очень хорошего качества. Объясню почему. Делается на основе нефтепродуктов, а не на основе полусинтетики какой-то и так далее. Это натуральная полусинтетика. Заливая его в свой двигатель в Тойоте, в Ниссане, никаких проблем не имею. Большинство автомобилей в городе тоже ездят на масле Петроносе. И как стоковые автомобили, так же самое и мощные. Повырезали новое. Я видел там, как они все это сделали. Сейчас как бы там, она поднищу целое, там тоже в сторисах есть. Я все снимал, там под ковриками все целое. Были еще проблемные места, мы все вырезали. На газу у нее чуть-чуть завышенные обороты. Она сейчас на бензине. Как ты говорил, это пока самая лучшая машина, которую мы тебе привозили. Хорошая машина. Нет, ну учесть в том, что, скажем так, здесь нет проблем особых по ходовой части. По мотору тоже мотор ровно работает. И в том, где нету. Я не знаю, компрессию не замеряли, но нет причин, нету туда лезть, скажем так. Она... Если бы какое-то, то вот нарекание, но это не все. Конечно снимаешь. Да. Но здесь не вся сумма. Я спешу, сколько все было потрачено. И список я тебе согласил. Ты себе что, и вантерию... Ну, лучше работать? Да, гарантированно. А у нас сейчас еще, кстати, на нее едет подарочек один. Что, наконец-то приехали. А, нет, да. Нам приехали диски. И сейчас идет дождь, но мы сразу же поехали переобуваться. В общем, если вы захотите делать доставку, не пользуйтесь службой доставки. Как она? Деливери. Они реально нам три дня по Украине просто катали диски. То есть, причем, они приехали к нам в Николаев. Они их забыли выгрузить. Они уехали в Одессу. В Одессе сутки пробыли. И только потом приехали. Короче. Ну, в общем, сейчас уже переобуваемся. В общем, вот так у нас получилось. Вот такие вот диски. Мы тут слишком... И Игорь снимает, и я снимаю. Белые на белом. Но смотрится реально очень хорошо. Особенно вот так вот. Слушай, машина преобразилась. В общем, диски мы взяли за 3000. Плюс еще... Доставка обошлась. Там что-то около 500 гривен. Да, и 900 гривен. Вот это вот переобуть. Ну, не только переобуть. Там один диск нужно было немножко рихтануть. В общем, вот так. Завтра еще заниматься салоном и вымывать. Так, ну вот оно подниму, так смотрится. Да. Все-таки повторюсь. Диски улучшают вид. Но сейчас надо еще заняться салоном. Тоже накупил здесь всякой химии. Снять чехлы. Все вычистить. Потому что чистить тут и есть что. Кстати, вот эта пена в прошлый раз себя плохо показала. Но сейчас хочу как сделать. Тут такие сильные пятна, что сначала запенить. А потом я купил пятновый водитель такой в гранулах. Попробую его еще развести. Если это не поможет, что я в принципе слабо верю, то уже буду тут пятна выводить. Но это просто было. Буду пробовать с нее. Сейчас понял, что через камеру видно пятна, которые я так не вижу. То есть вот, например, вот здесь вот пятно. Так вот глазами мне его практически не видно. То есть нужно всматриваться. А через камеру оно явно видно. Вот здесь вот. Вот здесь вообще вот этого не видно. Ну-х ты. Самсунг удивляет. Так, ну раз тот пятновый водитель не помог, то вступает в тяжелую тюрлерию. И это не ночной горшок, как вы могли предположить. Это средство, которое нужно было растворить в воде от 50 до 60 градусов и использовать в течение 15 минут. Вот таймер пошел. Посмотрим, как оно справится. Да, еще не все, кстати, гранулы растворились. Это, наверное, плохо. А еще у меня есть подозрение, что, наверное, это нужно было делать в перчатках. Потому что руки щипят. Ну, посмотрим, если не отвалятся. В принципе, да, логично, блин, это нужно делать в перчатках. Вот же ж я. А я-то думаю, откуда у нас во дворе столько голубей? И у меня на балконе. Дежурят и думают, кто ж первый насрет, да? То есть считалочки там считаете, эники-беники. Кто насрет на белую машину? Голубь за покупками собрался. Иди сюда. Не взлетай, я тебе помогу. Все, я герой сюда. Голубиный. Так, ну что, финальный аккорд. Клеим наклейку. Все, теперь на мойку, пылесосить и фоткать на продажу. Слушай, еще ни с одной машиной так не заморачивался. Реально, целый день свиньем этим всем занимался. Ну, она мне нравится. Мне кажется, новый хозяин, который купит, будет просто кайфовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отснял по машине видео для площадок. Кстати, действительно, советую, очень классная штука, снимать видео именно для объявления. Потому что, когда люди смотрят, для них это очень даже очень в плюс играет. То есть у нас очень часто звонят и говорят, я посмотрел видео, и мне там, допустим, все понравилось, либо есть какие-то вопросы. То есть отметает много ненужных вопросов. Также, если вы хотите первыми знать, какие машины у нас в проекте, то, естественно, подписывайтесь на наш инстаграм. Он у нас в ссылках обязательно всегда есть. Можете на наш личный инстаграм и подписываться. И, конечно же, предлагайте свои тачки. То есть у нас с этим проблема. То есть мы постоянно, когда после продажи, мы всегда ищем машину какую-то новую. И вот с этим могут быть проблемы, потому что это занимает очень много времени. Поэтому, если у вас есть что-то адекватное по адекватной цене, то пишите, звоните нам. И если договоримся, то обязательно заберем. Так, ну что, Мазочка вчера ночью была успешно продана. Причем кататься на ней я еще буду где-то неделю. Потому что ребята из Днепра. И что интересно, да, уже третью машину у нас покупают онлайн. Ну, то есть потом приезжают, забирают. А так просто скидывают предоплату на карту и бронируют ее. Я на ней катаюсь, грубо говоря, месяц. Каждый день. За это время наездил на ней почти 2000 километров. И все отлично, все хорошо. Единственное, что вот эта дача холостого хода, мы хоть с ним и тогда пытались его отрегулировать. Он вроде бы немножко стал легче, но в итоге все равно он как бы барахлит как-то выглядит. То есть это когда вот на холодную, я сейчас вот заведу, то вот я сейчас, если на холодную завожу, то вот получатся обороты. Вот они больше 2000 поднимаются. И так будет где-то 2 минуты. А потом оно опускается и работает нормально. То есть если, конечно же, включить передачу, то обороты сразу же упадут. Но попробуем это еще исправить до того момента, как приедут парни. Если нет, то я им все равно все это рассказал. Они знают, то есть ничего не скрывают. А так, в принципе, по машине, в принципе, доволен. И даже очень сильно удивлен, что она задержалась у нас. Ждем парней. Так, такое нежданное включение. Только что ехал и что-то оно затроило. Как-то странно. Вот я сейчас не могу понять, оно затроит только на газу или на бензине. Просто у меня, я сейчас как раз выкатываю газ. В общем, я уже позвонил Олегу. Еду к нему. Мы будем решать. Просто очень, очень странная штука. Потому что, вообще-то, как я уже говорил, за машину кинули залог. И послезавтра ее забирают. А тут она вот начинает выкобениваться. Но еду на СТО. Посмотрим, что это такое. Скорее всего, наверное, газовая. Хотя фиг его знает на самом деле. Старые тачки. Фиг поймешь, что происходит. Ладно, еду на СТО. Ну вот, вот, вот. Во. Во. Может, свечи, кстати, еще. Провода. В общем, какая-то странная фигня. Они сегодня должны будут заняться ей. И будет вердикт. В общем, наберут. Скажут. Ну, предварительно, скорее всего, это свечи. То есть, получается, все шесть поменяли, а вот здесь вот была сорвана. А есть вот эта черная хрень осталась? А? Ну, которая старая. А, это вот такая вот свань там была. Ну, вот, и что-то. Ага, все, я понял. Это уже там закручивается. То есть, это получается, типа, как... Да, сюда закручивается свеча. Сначала, ну, а потом закручивается. А все остальные нормальные, да, были? Я понял. Окей. Ну, а сейчас она нормально работает? Да. Так, ну, в итоге все-таки подтвердилось. Реально была фигня в свечах. И, как показывают парни, что здесь вот эта вот свеча одна. Ну, я пальцем показываю. Вот эта, да. Вот она когда-то, давным-давно была сорвана. И резьва была сорвана. И там была вставлена такая промежуточная еще одна резьва. Вот это все поменяли. Все сделали. То есть, сейчас уже должно быть нормально. Ну, конечно, проблему холостого хода это все равно не решает. Но, во всяком случае, уже и свечи поменяли. Все. Но самое интересное, что все это делается, а завтра должен приехать парень. Он, кстати, об этом даже еще ничего не знает. Но я ему сегодня наберу и обязательно все расскажу. То есть, у нас все по-честному. Ладно, поехали по своим делам. У меня сегодня день просто бешеный. Сейчас еще одно знаменательное событие происходит. Мой друг забирает вот эту кемрюху, которую делалось несколько месяцев. Там полностью перебирался мотор. Мы на этой кемре много где отъездили. Она принадлежала сначала Игорю, потом Кирюхе. В роликах она уже попадалась. Так вот, там стуканул мотор, и Олег полностью ее переделывал. И вот сейчас вот первый выезд. Забираем на обкатку и будем месяц на ней ездить сугубо на бензине и вообще смотреть, как она себя ведет. Ну да, реально все поменялось. Сейчас стало гораздо лучше. Машина эта на педаль газа нормально реагирует. Никаких подергиваний. Все нормально. Починилась. Ну все. Мазда от меня уезжает. Как я и говорил, ребята приехали из Днепра. Армен и Ашот. Теперь вот это вот кипа документов. И вот эта белая мазочка их, такс, нате, получайте, такс. Это получается, это страховка, это доверка одна, доверка вторая. То есть все. Это ключ один, ключ второй. Техпаспорт вот здесь вот. Вот он. Вот он. Вот он, да. Вот техпаспорт. Шикардос. Да. Так, я получается денежку уже получил. Открывай. Получается, хорошо. Давайте. Я вам все по машине как бы рассказывал, все честно. Правильно? То есть просто как бы у нас это важно, чтобы все было честно. По машине ребята знают все нюансы. Я им старался это все объяснять еще до того, как они приехали. Чтобы ехали не зря. Ну с планами видосами вообще, всеми детальными. И вверх, и вниз, и внутри. Да, не, ну кстати это правильно. Я же как бы говорил, что если продаете машину. Ну и люди, и люди не с вашего города, то лучше снять видео, чтобы они не зря ехали. Поэтому. Так что, ладно. Все. Давайте именно. Все. Мазда уехала. Так, получается по Мазде. Продал ее ровно за 3000 долларов. Сейчас в банке у нас 3350. То есть, соответственно, заработать на ней получилось 500 баксов. Потому что было в банке 2, до Мазда было 2,850. Продал за 3350. То есть вот, 500 баксов. Калькуляция по тратам, сейчас не скажу. Но ее, вот здесь вот она появится. Думаю, Серега ее притречил. Все. Ищем новую тачку. Кстати. Вот Мазда у нас задержалась. То есть, месяц я на ней катался. Классная тачка. Мне она действительно понравилась. Я на ней отъездил больше 2000 километров. Но не могу сказать, чтобы она прям сильно пользовалась спросом. Пока я не опустил по цене, то немножко начали уже потом звонить. Но вот именно как бы ребята очень... Кстати, они сказали, что они мониторили объявления на протяжении нескольких недель. Было оно в закладках. Приехали, забрали. Надеюсь, они довольны. Но я ищу дальше тачки. Субтитры создавал DimaTorzok